Валентина Васильевна – пенсионерка. Вдвоем с мужем они живут в многоэтажке по улице Победы. Женщина запланировала поход на рынок, чтобы закупить продуктов на неделю. По словам Валентины Васильевны, за продуктами она ходит сама. Ее муж, тоже пенсионер, болеет и практически не поднимается с постели, поэтому помочь ей ничем не может. – С кем я живу? С дидом. – А, то есть пенсия дида тоже есть? – Дида есть, но у него не хватает, у него сахарный диабет, во-первых, сахарный диабет, потом подлият ноги, глаза, руки. У него больше пенсии ухода каждый месяц, почти 800 или сколько денег ухода на это самое. Валентина Васильевна рассказала, что ее пенсия очень маленькая, едва сводит концы с концами. Месяц назад выплаты пересчитали, но с ростом цен этого недостаточно, чтобы прокормить семью, и ей все равно приходится экономить буквально на все. – А вы живете за вашу пенсию? – За мою пенсию. Вот такая. Ну, у меня сейчас пенсия, я не знаю, у меня была пенсия 1190, а если 100 рублей добавили, вот сейчас, если получу, побачу, сколько они там, 100 или 600. – А когда добавили 100 рублей? – Ну, вроде бы прошлый месяц, вот этого, прошлый месяц добавили, 100 рублей, по-моему, там, или 120, вот это такое. – Ну, и что еще? Яблок хоть с килограмм взять. Хоть с килограмм яблок. Иду на советскую, потому что там дешевле. – А по чем там? – Я… Тут дороже, тут и 8, и 9, и это самое. А там 7, 7,50. – И на сколько дней вам хватит, когда вы в следующий раз пойдете на рынок? Вот купила два килограмма картошки, яблок. Вот. Ну, на следующую неделю обратно надо идти. По словам Валентины Васильевны, она уже давно привыкла покупать самые дешевые продукты, а услышав, что можно оформить субсидии на коммуналку, тут же этим воспользовалась. – Вот так мы живем. Не живем, а выживаем. Мясо я вообще не захожу в корпус, не покупаю никогда сейчас. – А коммуналку? Субсидии оформили? – Вот сейчас оформила субсидию. – И сколько получается? – Не еще не платила. Сейчас, вот это только вчера, вот это ходила сегодня водоканал, там делала перерасчеты. Уже, как прийдут бумажки, что там прийде, то я уже буду дивиться по этому всему. Ну, на субсидию дали 200, ну, действительно, 200 с чем-то, может даже вам показать. 206. Как видим, без дополнительной помощи прожить на свою пенсию Валентина Васильевна может с большим трудом. Радует только то, что оптимизма и бодрости у нее не отнять. Она сама не падает духом и другим желает не стареть душой. Ирина Апоил, Анатолий Лукинчук, Бессарабетовы.